Денис Берри 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 Американские уроки не прошли до него даром, и ему претела мысль, что прекрасная земля пропадает даром под водой, ведь и торфянник, и саму землю можно использовать с умом. Связанные с болотом легенды и поверье он не принимал всерьез. Его лишь позабавило, когда крестьяне сначала отказывались участвовать в работах, а потом, увидев его упорство, проклинали своего хозяина и вышли в Болилоу, захватив только самое необходимое. Тогда Берри пригласил работников с севера, а когда замок покинули и слуги, ему опять пришлось выписывать новых людей. Теперь его окружают одни чужаки. Оттого, почувствовав себя одиноко, он вызвал и меня. Услышав подробности, к чему испугались жители Килдери, я от души посмеялся вместе с моим другом. Уж очень нелепым казались их страхи, связанные с поверьем о болоте и его угрюмом страже, дух которого якобы жил в тех самых древних развалинах, которые я видел на закате. Ходили также толки о пляшущих в темноте огоньках, о ледяных порывах ветра в теплую ночь, о призраков в белом, парящем над водой и каменном городе, скрытой под зеленой ряской болота. Крестьяне были убеждены, человека, который осмелится нарушить покой этих мест или осушить бескрайний утоп, ждет возмездие. Некоторых тайн, говорили крестьяне, касаться нельзя. Эти тайны существуют с незапамятных легендарных времен, когда детей Порталана постигло несчастье. В книге завоевателей говорится, что эти сыны Греции погибли в Талате. Но старики из Килдери утверждали, что один город все же был спасен, покровительствующий ему богиней Луны, которая укрыла его в лесной чаще на холмах и тем самым спасла от немецких завоевателей, прибывших на 30 кораблях из земли скифов. И такие вот басни заставили крестьян покинуть Килдери. Теперь меня более не удивляло намерение Дениса Берри не считаться с этими бреднями. Сам он, кстати, испытывал глубокий интерес к древности и после осушения болота собирался тщательно исследовать эту местность. Он часто посещал руины на острове. Возраст их был, очевидно, солиден. Архитектуры они отличались от других древних сооружений, но из-за нынешнего ужасающего их состояния трудно было понять, что представляли они собой в период рассвета. Работая по осушению, должны были вот-вот начаться и приезжие из севера готовились очистить таинственное болото от мха и красноватого вереска, уничтожить крошечные полные ракушек ручейки и спокойные голубые глади, заросшие им камышом. После всех перипетий дня я устал и хотел спать. Была уже глубокая ночь, и я с трудом дождался, когда Берри закончит наконец рассказ. Из ее окон просматривалась деревня, поляна на краю болота, а дальше и само болото. В лунном свете я видел спящие дома, в которых коренных жителей сменили наемные рабочие севера, церквушку со старинным шпилем, а вдали, за сонной топью, таинственно поблескивали древние руины на островке. Погружаясь в сон, я услышал или мне почудилось, слабые отдаленные звуки свирели, диковатую какую-то первобытную мелодию. Эта музыка странно растревожила меня, войдя в мои сны. Однако проснувшись утром, я понял, что музыка была порождена самими снами, столь удивительными, что в сравнении с ними потускнели даже эти таинственные звуки свирели. Видимо, под влиянием рассказанных Берри легенд, мне приснилось, что дух мой витал над величественным, утопающим зеленью городом, где вымощенные мрамором улицы, виллы и храмы, статуи, разные орнаменты и надписи, все говорило о былом величии Греции. Мы посмеялись с Берри над этим сном, но мой смех звучал громче. Друг был обеспокоен поведением рабочих с севера. Они уже шестой день подряд вставали очень поздно, двигались вяло, как будто в полусне. Вот и сегодня выглядели совсем не отдохнувшими, хотя накануне легли рано спать. Все утро я бродил по залитой солнцем деревне, заговаривая с рабочими. Никаких особых дел у них не было, Берри заканчивал последнее приготовление перед началом работы, но на душе у всех неспокойно из-за неясных тревожных слов, которые наутро забывались. Я тоже рассказал им о своем ночном видении, однако оно оставило их равнодушными. Оживились они, только когда я упомянул о диковатой музыке. Им, помнится, тоже что-то такое слышалось. Вечером за обедом Берри объявил, что работы начнутся через два дня. Меня обрадовало это сообщение, хотя стало мучительно жаль всех этих вхов, виреска, ручейков и озер. Но очень уж хотелось проникнуть в вековые тайны, которые могли скрываться в толщине торфянников. Этой ночью мне снова снился сон о поющих свирелях и мраморном городе, но он оборвался резко и пугающе. Я увидел, как на город, в зеленой долине надвигается беда. Чудовищный оползень обрушился на него и похоронил под собой все живое. Не пострадал от жестокой стихии только стоявший на высоком холме храм Артемиды, где престарелая жрица Луны Клейс лежала холодная и безмолвная, с короной и слоновой кости на убеленной сединами голове. Как я уже говорил, мой сон резко оборвался. Непонятное беспокойство не отпускало меня. Некоторое время я не понимал, сплю или бодрствую, звуки свирели и продолжали звучать в ушах. Однако, увидев на полу холодные блики Луны, изрешеченные тенью готического окна, я понял, что все-таки нахожусь в замке Килдери. Когда же где-то вдали часы пробили раз и другой, мне стало окончательно ясно, что я не сплю. Но монотонное звучание свирели все продолжалось. Странная древняя музыка, вызывающая воображение танца сатиров на далеком Меналусе. Она не давала спать, и я, поднявшись с кровати, стал в беспокойстве бродить по комнате. По чистой случайности, я подошел к северному окну и бросил взгляд на спящую деревню и на поляну у края болота. Я вовсе не собирался глазеть в окно. Смертельно хотелось спать, но звуки свирели так измучили меня, что надо было как-то отвлечься. Однако увиденное, как громом поразило мое воображение. На освещенной луной просторной поляне разыгрался спектакль, который раз увидев, не позабыл бы ни один из смертных. Под громких звуки свирели, эхом разносившиеся над болотом, по поляне безмолвно и плавно двигались странные фигуры. Поначалу, мерно раскачиваясь, они постепенно достигли такого экстаза, который охватывал в давние времена сицилийцев, исполнявших посвященный дементре танец в ночь полнолунии перед осенним равноденствием, неподалеку от океана. Открытая поляна, сверкающий лунный свет, танцующий призваки, резкий однообразный звук свирели, все это вместе произвело на меня почти парализующее действие. И все же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров составляли наемные рабочие, которые, по моим представлениям, давно должны были уже спать. Другое же – странные, призрачные существа в белом. При некотором воображении их легко можно было принять за наяд, живущих в озерцах, питающих болота. Не зная, сколько времени простоял я у окна, глядя на это зрелище, только в какой-то момент вдруг погрузился в глубокий, полуобморочный сон без сновидений, из которого меня вывел только яркий свет солнца. Моим первым порывом при пробуждении было пойти и поделиться потрясшим меня сновидением с Деннисом, но при свете солнца все выглядело иначе. И мне удалось внушить себе, что это был всего лишь сон. Возможно, я стал подвержен галлюцинациям, но ведь не настолько же, чтобы потерять контроль над собой и полагать, что видел все это наяву. Я ограничился тем, что расспросил рабочих, но, как и следовало ожидать, они хоть и проспали опять дольше обычного, ничего особенного не припоминали, кроме разве звуков музыки. Я долго размышлял об этих странных звуках, гадая, не сверчки ли это завели свою осеннюю песню раньше положенного срока, смущая по ночам честных людей. Днем я видел, как Берри еще раз просматривает свои чертежи перед началом работ. Итак, утром рабочие примутся за дело. Впервые у меня от страха ёкнуло сердце, и я понял, почему крестьяне бежали отсюда. По непонятной причине мне тоже была невыносима мысль, что кто-то потревожит это старое болото с его скрытым от солнечного света тайнами под многовековым слоем торфа. Мне представлялись поразительные картины. Не следует так вот необдуманно выставлять на всеобщее обозрение то, что таилось там столько веков. Мне хотелось найти удобный повод, чтобы покинуть замок и саму деревню. Я даже попытался заговорить на эту тему с Берри, но быстро осёкся, смущенный его издевательским смешком. В молчании я наблюдал, как заходящее солнце раскрашивает яркими красками дальние холмы и заливает Килдери таким ослепительно кроваво-золотым светом, что это даже казалось дурным предзнаменованием. Во сне или наяву происходили события наступившей ночи? Не знаю. Во всяком случае, самая изощрённая фантазия не смогла бы породить большего. Я, например, не в силах представить какие-либо разумные объяснения тому, куда после этой ночи исчезли люди из замка и деревни. Я рано отправился в свою комнату, но полный тяжёлых предчувствий никак не мог заснуть. Меня томила зловещая тишина, царящая в этой отдельной башне. Хотя небо очистилось, ночь всё же стояла тёмная. Луна в те дни шла на оболь и восходила слишком поздно. Я лежал и думал о том, что случится с болотом, когда придёт утро. И, наконец, довёл себя до такого состояния, что был готов сорваться с места, взять машину хозяина и помчаться проще из этого проклятого места. Но, не успев прийти к определённому решению, я уснул. А во сне снова увидел город в долине, мрачный и оцепенелый, отновивший над ним смертельной угрозы. Возможно, меня снова разбудили громкие звуки свирели. Однако, после пробуждения, не музыка занимала мои мысли. Я лежал спиной к окну, выходящему на восток, где должна была взойти Луна. И поэтому ожидал увидеть на противоположной стене её отцвет. Однако, увидел я совсем другое. На стене были блики, но не те, что даёт Луна. Я со страхом понял, что яркий красный свет и льётся сквозь готическое окно. Он заполнял всю комнату мощным, невиданным сиянием. Моё поведение было странным. И это не удивительно. Только в книгах герой ведёт себя в такой ситуации расчётливо и разумно. Вместо того, чтобы взглянуть на болото и понять наконец, откуда взялся новый источник света, я даже не обернувшись к окну, стал торопливо натягивать на себя одежду, смутно надеясь поскорее отсюда удрать. Помню, захватил с собой револьвер и шляпу. Но они мне не пригодились. Я потерял и то, и другое. Так и не выстрелив из револьвера и не надев шляпу. И всё же любопытство моё пересилило страх. Я подкрался к окну, чтобы взглянуть на непонятное алое сияние. Высунулся наружу и в эту минуту оглушительно запели свирели, наполняя своими звуками замок и деревню. Поток яркого, злодяще алого света струился над болотом. Исходил он из загадочных руин на островке. Руины, однако, странно изменились. Мне трудно описать, чем было дело. Может, я сошёл с ума. Однако мне показалось, что храм снова стоит во всём своём великолепии, не тронутый временем. В окружении колонн на мраморе горели оцветы пламени. Запели флейты, застучали барабаны, и пока я, как зачарованно взирал на это зрелище, на освещенных мраморных стенах появились тёмные силуэты танцующих. Выглядело всё это невероятно. Эффект был поразительный. Я застыл на месте, не в силах отвести глаз от удивительной картины. А тем временем слева от меня громко зазвучали свирели. В непонятном возбуждении, охваченной тягостными предчувствиями, я пересёк свою круглую комнату и подошёл к северному окну, из которого просматривались деревни и поляна. Уже то, что я видел прежде, мой разум отказывался постичь. Но теперь у меня просто глаза на лоб полезли. По залитой крабаво-красным светом поляне двигалась процессия, которая могла привидеться разве что в кошмарном сне. То скользя по земле, то плывя в воздухе, медленно двигались по направлению к тихой заводе и дальше к руинам болотные призраки. Укутанные в белое двигались, образуя сложные фигуры, словно они исполняли древний ритуальный танец. Их бесплотные руки покачивались так режущей слух мелодии, невидимых флейт, увлекая за собой наёмных рабочих, которые тянулись чередой слепо и покорно, как собаки, словно повинуясь какой-то дьявольской силе. Когда наяда достигли болота, из замка пошатывая с нетвёрдой походкой вышли новые жертвы. Они появились из двери, расположенной под моим окном, прошли как во сне через двор, затем по деревенской улочке и присоединились на поляне колышущейся вереницы рабочих. Несмотря на разделяющее нас расстояние, я тут час понял, что это прибывшие с севера слуги, и даже признал в одной из самых уродливых и неуклюжих фигур кухарку, её обычные неловкие движения казались мне теперь почти трагическими. Флейты по-прежнему издавали какие-то немыслимые звуки, а со стороны острова послышался барабанный зов. И тут наяды медленно и грациозно вступили в болото, а идущие за ними люди, не замедляя хода, тоже стали погружаться и вскоре скрылись под водой. В красном зареве, на поверхности болота, с трудом различались расходящиеся по воде пузырьки воздуха. Последний пучина поглотила вызвавшую во мне жалость толстую кухарку. Когда скрылась и она, флейты барабана умолкли, по меркой слепящий свет, излучаемый руинами. Деревня снова замерла в мирном свете, только что вошедшей лунной. Я был в полном смятении. Схожу ли я с ума? Сплю? Наяву ли всё это произошло? Думаю, спасло меня от общей участи то оцепенение, в которое я неожиданно погрузился. Я понимал, что стал свидетелем гибели всей деревни. Сомневаться не приходилось. В замке остались только мы с Берри, чьё безрассудство и привело к беде. При мысли о нём меня снова обуял такой страх, что ноги мои подкосились и я упал на пол, хотя сознание не потерял. Внезапно я почувствовал ледяной порыв ветра с востока, где зашла луна, и услышал на нижнем этаже отчаянные крики. Вскоре они перешли в такой истошный вопль, что мне и сейчас страшно при одном воспоминании о нём. Могу сказать только, что это был вопль моего друга. Видимо, ледяной ветер и страшные крики заставили меня подняться, потому что, насколько я помню, я долго бежал по тёмным комнатам и коридорам, пока не выбрался наружу. Меня нашли на рассвете, неподалёку от Болелоу. Я брёл, как потерянный, что-то бормоча в полном беспамятстве. Последнее, что я увидел в Килдере, доконало меня. Картина была столь чудовищна, что мне не забыть её до конца своих дней. Она всегда остаёт у меня перед глазами, если я оказываюсь лунной ночью неподалёку от болота. Итак, покинув проклятый замок, я мчался вдоль берега, как вдруг услышал какие-то новые звуки. Ничего примечательного, но здесь в Килдере я их прежде не слышал. Стоячие воды, в которых не водилась никакая живность, ожили, кишмя закишили множеством крупных лягушек, которые громко и непрерывно квакали. Лунный свет поблёскивал на их раздувающихся зелёных боках, но свет струился ещё из одного источника. В его-то сторону они, казалось, с интересом глазели. Я проследил за взглядом одной, особенно жирной и уродливой лягушки и увидел такое, от чего окончательно потерял голову. От загадочного сооружения на островке протянулся к молодой луне слабо мерцающий луч, не отражавшийся в водах болото. На этой мертвенной бледной тропе я с замиранием сердца разглядел извивающуюся фигуру, неясную тень, сопротивлявшуюся невидимым демонам, которые тащили её за собой. Возможно, я сумасшедший, но этот силуэт, дикая чудовищная карикатура до странности напоминал мне тот, кто был Деннисом Берри. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok